Армянин, которые покидали Карабах во время больших столкновений, они сейчас возвращаются в свои дома. Насколько, на мой взгляд, это вообще безопасно? Это очень важный вопрос, это очень чувствительный вопрос. Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент. Как вы видите, под этим документом стоит подпись и премьера министра Армении, и президента Азербайджана, и моя подпись стоит, мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что, исходя из тяжести этого конфликта, исходя из того, что раны еще, конечно, не затянулись, они очень свежи, очень много потерь, как я уже сказал, беда пришла во многие дома, во многие семьи, кстати говоря, в Азербайджане и в Армении. Поэтому нужно время для того, чтобы все успокоилось, улеглось, и чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу, вот что самое главное. Ну, а до этого, конечно, следует подумать о реальной безопасности людей, в том числе беженцев, возвращающихся, кстати говоря, с обеих сторон. И эта миссия возложена на российских миротворцев. В ту ночь, сразу после подписания вот этого соглашения, мы стали свидетелями, как буквально в течение часа начали идти сообщения из Еревана о том, что там забурлила ситуация, и мы видим, что она бурлит и сейчас. Оппозиция обвиняет премьера Пашиняна чуть ли не в изменении в предательстве Родины. В свою очередь, Пашинян буквально накануне сказал следующее. Армянская сторона могла избежать войны, если бы согласилась передать Азербайджану 7 районов, а также город Шуша. Но мы не хотели соглашаться на это, приняли вызов и боролись до конца. Вот действительно ли в ходе переговоров и так тоже ставился вопрос? Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые находились под контролем, фактически под контролем Армении, надо прямо об этом сказать, он ставился на протяжении длительного времени. В 2013 году в рамках минской группы ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, могли бы положить начало мирному процессу. И с этим, кстати говоря, все участники этого минского процесса, минской группы ОБСЕ, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки, все с этим согласились и поддержали, что лежит в основе или лежало в основе этих предложений. Возвращение на первом этапе пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух районов дополнительно, создание коридора, который соединял бы Карабах и Армению в зоне Лачинского района Азербайджана, поэтому он условно получил название Лачинский коридор, и признание статус-кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса. Действительно, на мой взгляд, это я все время говорил нашим армянским друзьям и азербайджанским тоже, на мой взгляд, это было бы решением вопроса. Но, к сожалению, мы подходили несколько раз к окончательному решению на этой базе, да, кстати говоря, еще обязательным условием было возвращение беженцев, причем с обеих сторон, как азербайджанских беженцев, так и армянских беженцев, к своим родным очагам. И это является безусловным требованием международного гуманитарного права. На мой взгляд, если бы это нам удалось сделать, удалось бы достигнуть договоренности на этой базе, и войны бы не было, это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден. К сожалению, когда мы подходили, вот-вот, казалось, уже совсем близко были от решения вопроса на этой базе, то с одной, то с другой стороны возникали препятствия, которые мы так и не смогли преодолеть. В конечном итоге дело вылилось вот в такой кровавый, прямо скажем, вооруженный конфликт, свидетелями которого мы все были вот только что. Что касается города Шуша, то передача Шуши в дело вопрос никогда не ставился. Повторяю, статус Карабаха, его окончательный передавался на будущее время, и все должны были договориться о том, что сохраняется статус КВО, как непризнанного государства. Вот что касается города Шуша, то этот вопрос возник вот в ходе этого конфликта, в ходе этого кризиса. Действительно, это было, но было в каком контексте? 19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном, и тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха. В целом, мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шуша, в город Шуша. Неожиданно для меня позиции наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чём эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев, о чём мы уже тогда договаривались и с Арменией, и с Азербайджаном. И мне премьер тогда сказал, что нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать. Поэтому обвинение в его адрес о каком-то предательстве не имеет под собой никаких оснований. Другое дело, правильно это было, неправильно, это другой вопрос. Но здесь и речи быть не может ни о каком предательстве. В самое ближайшее время Агдамский район переходит под контроль Азербайджана. Окраина армянского села Барташе местные торопятся собрать урожай гранатов, которые никто здесь не трогал из-за боевых действий. Плантация большая, поэтому плоды дозревали долго и много. Война, война, надо работать. Новые старые соседи азербайджанцы, которые могут появиться здесь уже завтра, пока этих людей настораживают. За более чем 30 лет они просто отвыкли жить бок о бок. Тем более, что теперь между соседями пройдет линия разграничения с военными по обе стороны. Два километра. Спокойно, беспокойно, как? Время покажет. Покидать свое село эти люди пока не собираются. Мир в регионе им обещали на высшем международном уровне, а здесь на земле гарантируют российские миротворцы. А вот из села Вазгинашен жители уезжают. Оно переходит в состав Азербайджана, Саркис, Саркисян. Надеется, что село все же останется в составе Карабаха, но на всякий случай вывозят все ценное. Надеюсь вернуться, но пока забираю все. У меня здесь дома трех братьев, 11 детей. Хотелось бы жить не где-то там, а у себя дома. Саркис едет в Армению, а его соседи перебираются поближе, в райцентр Мартуни, который сам серьезно пострадал от войны. У республики, у города есть возможность помочь этим людям? Ну, в Мартунах пока что нет, потому что очень много разрушений. И те дома, которые были разрушены, пока надо восстанавливать. Ну, чем можем, поможем. Сегодня в Карабахе парадоксальная ситуация. Одни из республики уезжают, другие в сопровождении российских миротворцев возвращаются. В колонне беженцев в центре Скипанакерта Армен встречает маму с внуками. Сколько вы не виделись? 40 дней стреляли. Опасно было здесь. Все хорошо. Кто гарантирует? Хорошо. Россия. С передачей отдельных районов Карабаха Азербайджану количество российских миротворческих постов на линии разграничений, вероятнее всего, увеличится. Но вот этот между городом Шуша и Степанакертом останется стратегическим. За день до появления здесь голубых касок, точку, с которой столица Нкао, как на ладони, заняли азербайджанские войска. Но дальше по договоренности сторон продвинуться не смогли. И сегодня в Карабахе российская сторона сформировала пять центров, которые должны способствовать нормализации обстановки. По гуманитарному разминированию, примирению сторон, транспортному и медицинскому обеспечению и торгово-бытовому снабжению. Антон Степаненко, Денис Алексеев, Александр Марченко, Андрей Грешнев. Вести на Горный Карабах. Денис Алексеев, Александр Марченко, Денис Алексеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова